сломалась камера джай новая вчера еще работала сегодня решила не включаться просто как кусок кирпича поэтому сегодняшнее видео которое мы планировали записать очень хорошо мы сегодня едем на ошинский мох к самолету пытаемся проехать который не на которые ездят все или почти все которые там легко относительно легко доступен на другой к другому самолету подальше мне кажется пальцем зажал нет вот другом самолет который подальше и который находится как раз настоящем болоте мы сегодня попытаемся до него доехать и снимать это все уже я буду на телефон вот с стряской там с плохим звуком то есть все как вы любите еще неизвестно хватит или нет в нем надо ему двух человек назад Комплект для сборки. Успешно выброшу на берег. Ехали, ехали по короткой дороге и приехали туда же, куда мы в прошлый раз приехали, по длинной. Мы снова на Кобыльском озере. Красота. По короткой дороге мы ехали на полтора часа дольше. Не передает запах. Запах огонь. Короче, выехали мы в 10, сейчас уже 2 часа? Нет, уже почти 4 часа. Первое наше включение, потому что... Сейчас 4 часа. Четыре часа? Как в дерево всадился, у него стрелка сбилась. А, у меня стрелка сдвинула. Схотники осыпались, стрелки отвалились. Скорость темнеет, а мы еще не доехали. Но нас это никогда не пугало. Но обратный маршрут-то у нас есть покороче. Обычно, когда засветло возвращались подозрители. У нас принципиальный доезд туда. Обратный всегда быстрее. Леха, как конструктор, конструктор как? Как же Гуль? Я слышал, у тебя отвалилась полка какая-то. Отвалилась полка, но ваш профессионал все сделал, который у меня был штурманом. Так что теперь все. У тебя тут девушки нету случайно. Я смотрю, у тебя диваны разложены. Все, сегодня вечером будет. Обещали попозже приехать. В следующем рейсе. Точно не надувнают в комплекте? Не знаю, может. Трюк вот тут так по дороге было. Тебе все нравится? Очень доволен, отлично. Ладно, поехали дальше. Машина как танк прет. Проехали вообще все. Отлично. А ты все квадроциклы, квадроциклы. Ну да. Доехали мы до самолета, до второго. Начали дербанить его, когда начали цветы меропринимать активно. Ага. Доехали. Доехали еще. Доехали еще. Доехали еще. Доехали. То есть, его начали дербанить зимой. Все, что мерзше было в лед, обрубали просто по контуру. И это самое. Это был 41-й год, осень и начало зимы. Сразу, значит, после захвата немцами Калинина наши не успели взорвать мосты. И это была дальняя авиация, которую засылали на уничтожение мостов. Это остров ДБ-3 и полк был ДБ-3. В общем-то, по, значит, сводкам, по потерям, 28 бортов от Твери были сбиты. Ну и часть из них уходили на вынужденную именно на эти мхи, на болото великое. Потому что это единственный квадрат в тылу нашем, который был без лесов. То есть, можно было садиться на вынужденные. И тут они и присели. Тут мы знаем, тут есть два самолета лежат. А вообще, если допустить, что садились на лед, а весной он там как бы таял, сколько бортов там в земле еще, ну, в смысле, в болоте никто не знает. И когда они подбитые, оттягивались от линии фронта, от немцев, и садились уже где могли. То есть, это именно вынужденные посадки. Потому что они тут все... Этот был с загнутыми винтами. У него подломанное шасси валялось, тоже, то есть, утащили. Хвост оторванный валялся. И это самое... И пропеллеры, винты. Они загнуты были, походу, без... Ну, морда не битая, значит, шел все-таки, но... Плавник садился. Нормально присел. Присел нормально, да. Ну, иначе его прозорвало. Ну, и вот, зад-то так это отломало. Ну, зад-то. Потому что он... Нормально на него присел и проскользил. Слушай, а можно же посмотреть в архивах, по идее... Мы его искали по номеру моторов. Не, поискать информацию по поводу оставшихся... Тех самолетов, которые не вернулись, да, которые кто где садился, тогда это по всю... Там все-таки написано не так. Там, например, таблица потерь. Я вот ее смотрел в оригинале. В вылет такое-то число. Потом там идет типа ПВО, либо истребители, то есть кто-то подбил. И... Место. Да, место, район, где его подбили. А уж куда он там утянул, не было. Просто потеря стоит, что он не вернулся. И по последней информации, то есть где его подбили, кто-то видел. Это тебе не немецкие архивы. Ну, немцы тоже как бы, ну, когда там кто-то видел, где он упал, поставили отметки, а когда он там... Ну. Не, он понятно. Из боя вывалился подбитый, кто там его увидел, где он рухнул. Ну, чем он рухнул, talvez котором игла пропало. Да. yacht установил... КОНЕР Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не ругайтесь матом, нас смотрят дети Ты просто должен быть благодарен, что это все начало отваливаться сейчас, когда мы ездим по лайту все вместе Это лучшая обкатка, которая может быть А сейчас можно огласить, кто виноват? Нет, 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 вот вы, дорогие телезрители Ютуба, говорите, что мы вам не показываем, как шерп ломается Он не ломается? Он не ломается Он просто издает звуки Я ответственно заявляю, что он не ломается Под ремонтом БВ написанная Кондратюком Изданная в Киеве Так вот, там были такие Уже интересно Там были такие моменты, как От вибраций От вибраций гайки и болты Покидают предназначенные им места Запомните Не важно, прикручивали или нет Они предназначенные места Покидают Вот сейчас Именно такой случай Также было прекраснейшее описание детонации Детонация слышится, как будто бы кто-то стучит изнутри цилиндра маленькими молоточками Ебаный старый френч, дорогие зрители и слушатели Но я этого никогда не слышал Видите, кто из нас, как кто-то из цилиндра маленькими молоточками стучит У нас нет таких препаратов Кстати, теперь мне стало ясен предназначение каркаса наружного На нем куча запасных болтов и гаек У меня уже ключ на 13 Болтик для натяжителя мы возьмем сейчас вот здесь и снаружи Потому что Василий нам не дал ни единой гаечки Даже шплинтаз со словами Что мы рукожопы, если что-то сломается, нам ничем не помочь А шерп не ломается, это кит сломался Это вообще ничего не сломалось Он не сломался, он болтик Тем не менее Возможно? Возможно Может быть сейчас и вправо тянуть перестанет Это очень слабый болтик И он просто сбежал Хватит длины Что произошло, ты можешь объяснить, Паш, в двух словах Потому что нам, сука, любопытно Натяжитель, который... Короче, болт потерялся и все Вот Если коротко А вопрос, куда он потерялся? Мы из технических познаний Не, ну мы можем еще поискать болт Можем попробовать перевернуть вездеход и потрясти его Не окажется ли он в непредназначенном для него месте В том цилиндре, из которого потом постучат молоточками Скажут, что здесь делает этот болт? Наконец-то у нас стали видео хоть нормальные Как у чеховского проходимца Куча мотюпов А у тебя там, да, какая-то нудятина сплошная Ну да Давай, меняй формат Потому что никому нудятина сейчас не интересна Вышли инвайты, да? Все на лайве Вот если бы Никит, то сейчас бы так уныло и доехали бы до базы Я уже Андрюхе говорю, слушай, шерпа-то очень скучная вещь Мы просто ни разу не застряли Я еду в кроксах Это просто какой-то беспредел Как я буду объяснять людям, что я был на самолете При этом я, блин, всю дорогу был в кроксах Что ты... К сожалению, это все видео, которое получилось после записи на айфон Ну, был еще короткий полет на дроне Буквально несколько минут мы смогли взлететь между дождями Тем не менее, цель достигнута Мы доехали до самолета, увидели его Самолет в плачевном состоянии Ни в каком другом состоянии он там находиться и не может С нами ехал кит-комплект для самостоятельной сборки Едет сейчас, вы это видите С ним он прошел всю дистанцию С ним все в порядке Была небольшая поломка Но мы устранили ее на месте Главное, что его владелец доволен Он в восторге, ему все понравилось Он будет кататься с нами дальше Если вы тоже планируете Приобрести кит-комплект И собрать его самостоятельно Либо обратиться к кому-то еще для сборки То переходите на наш сайт Ссылка под видео И заполняйте заявку Мы вам его пришлем Также вы можете посмотреть конфигуратор на сайте И выбрать SHERP PRO или SHERP MAX В необходимой вам комплектации и цвете Приглашаем вас в SHERP CLUB Там общаются владельцы SHERP Они рассказывают о своих поездках, путешествиях Делятся опытом, выкладывают фотографии Ссылка на телеграм-канал Тоже есть под видео Ну и ставьте нам лайки и дизлайки Пишите комментарии Плохие и хорошие Это все нас очень мотивирует Мы будем отвечать на каждые из комментариев И ваши комментарии нам помогают становиться лучше С вами был SHERP CLUB Всем желаем хорошего дня Всего до свидания До свидания Субтитры подогнал «Симон»